Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я снял два видео подряд. Одно видео про акции, которые дали максимальный рост за прошедший год на московской бирже. И второе видео насчет инвестиционной идеи. Эти видео получили большой отклик. И сейчас я хочу немножечко прокомментировать то, что мне понаписали всего. Дело в том, что... Насчет инвестиционной идеи, прежде всего. Инвестиционная идея, про которую я говорил, до 50% годовых, пришла на акции ЕН+, в виде ГДР, это глобальной депозитарной расписки. Вот. И это инвестиционное дело, идея основывалась на том, что США собираются снять санкции с компаний, в которых раньше был Дерипаска. Они утверждали, что на эти компании санкции были введены только потому, что это компании Дерипаски, против самих компаний типа они ничего не имеют. И если оттуда уйдет Дерипаска, то санкции будут сняты. И Дерипаска ушел из этих компаний, то есть с ним поговорили, соответственно, потому что это наносило огромный ущерб. И, в общем-то сказать, Дерипаска из этих компаний ушел. И санкции обещали снять. Вот. В видео я по ошибке, то есть вот Дерипаска у меня ассоциировался с Русалом, вот, соответственно, я просто написал или сказал, что акции Русала, на самом деле, в рекомендациях стояли акции ЕН+. Но я думаю, что ошибка не такая принципиальная, потому что и та, и другая компания входят в холдинг, который связан с Дерипаской. Поэтому, если кто-то на этой рекомендации там запутался или купил акции Русала, я думаю, что ничего страшного не произойдет. Русал тоже должен, по идее, вырасти. Вот. Но, повторяюсь, что в рекомендациях был ЕН+. Ну, и давайте посмотрим, что тут мне понаписали, потому что там только ленивый не оторвался, значит, там, значит, настолько сильно, так сказать, меня там заплющили, что я даже, в общем-то, так сказать, начал задумываться, а надо ли мне вообще писать, так сказать, как бы публиковать рекомендации, потому что, Юра, а ничего, что ты открыл график ЕН+, и рассказываешь про Русал, и говоришь о ГДР ЕН+, как об акциях Русала. Ты, ну, дальше тут нецензурно все. Вот, понимаете? Ну, во-первых, хорошо, конечно, что вы смотрите ребята, которые соображают, что такое ЕН+, и что такое Русал. То есть здорово, конечно, что вы пытаетесь, ну, как-то инвестиционные идеи высмотреть, и что вы достаточно хорошо и знакомы с рынком акций, но вот так, да, я ошибся. Бывает. Вот. И я уже подумал, думаю, может, мне вообще не надо о рекомендациях писать, может, мне вообще о какой-нибудь хрени писать, о какой-нибудь дерьме писать, которая вообще вот дает кучу просмотров. Я долго думал, 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 и все-таки решил, что, в общем-то, основной целью моего канала является рекомендовать людям, как больше заработать, а не культивировать вот эти вот негативные энергии, что там нас все обманывают, там нам все плохо, все, значит, там все козлы и так далее. Поэтому я все-таки буду продолжать публиковать инвестиционные идеи, я буду продолжать рассказывать о том, как можно зарабатывать на фондовом рынке, вот, но рекомендации я, в общем-то, говорю всегда, что надо, конечно же, иметь свою голову, потому что здесь есть риск. Вот еще следующий комментарий. Юрий, вы говорите, не знаю, в рублях или в долларах, как же вы покупали тогда? Ну, как я покупаю? Я покупаю очень просто. Когда я делаю заявку на покупку, у меня стоит там максимум, сколько я могу купить. И, в принципе, ну, неважно, в каких рублях или долларах, если я вижу, что они вырастут, то какая разница, в чем покупать. И у меня в портфеле там акций достаточно много, но, в принципе, я, так сказать, не особо задумываюсь. Есть рекомендации, я покупаю просто, и все. Вот, ну, опять же, на брокеру цена одной акции Русала 31 рубль, я уже ответил, что Русала – это другая компания, имелась в виду ЕН+, но Русала, так сказать, в принципе, насколько я понял, на 48% Русала принадлежит компании ЕН+. Просто вопрос в том, где зарегистрированы акции. ЕН+, это акции, зарегистрированные на иностранной бирже, и продаются в виде ГДР – глобальных депозитарных расписок. Вот. Ну, вот здесь спасибо, почаще выкладывайте инвестидеи, буду. За обзоры спасибо, Юрий, буду публиковать обзоры. Вот. Значит, кто-то написал, ребят, если… А, кто-то написал, что… Так, 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 вот, не факт. Демократы Конгресса США намерены заблокировать решение Минфина о снятии санкций с Олега, с компанией Олега Дерипаски. Ну, конечно, никогда ничего не происходит вот так гладко, что прямо вообще вот все хорошо. Я купил акции, они тут же выросли. Конечно, будет интрига, конечно, есть там противостояние. Я пользуюсь информацией, и на своих курсах я рассказываю, какой информацией пользоваться. Ребята, вот, обязательно надо изучать дополнительную информацию. Вот. И, значит, один из наиболее солидных источников – это агентство Prime. Вот. Я сейчас переключаюсь на агентство Prime. Вот. А Prime очень сильно сотрудничает с Bloomberg. А Bloomberg – это вообще, ну, международное, как бы, агентство, которое занимается как раз информацией такой финансовой. Здесь только проверенные источники. Вот такая статья. Шатдаун не повлияет на снятие санкций с Русала, ЕН+, и ЕвросибЭнерго. Еще раз повторяю. Шатдаун не повлияет на снятие санкций с Русала, ЕН+, и ЕвросибЭнерго. То есть, с главных компаний, в которых был Олег Дерипаска, из которых, из руководства которых он ушел. Что такое шатдаун? Шатдаун – это Трамп поругался со своим правительством и сказал, что если вы не одобрите строительство цены стены вдоль границы с Мексикой, то нафиг я вас не буду финансировать, и бюджет не принят. Вот. И правительство сейчас не получает деньги. Вот. То есть, вот это называется шатдаун. Соответственно, все санкции, новые санкции, либо старые санкции, они уже сейчас пока в какое-то время не принимаются вообще. Вот. Но... Временная частичная остановка правительства США не внесет коррективы в отмену санкций в отношении компаний Олега Дерипаски, а также сделки с ними. Такую уверенность в разговоре с РИА Новости высказал портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак. На прошлой неделе Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней, через 30 дней, исключить из санкционного списка EN+, Русал и Евросибэнерго подконтрольные Олегу Дерипаски, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них, сам Дерипаска при этом останется в списке санкционов. Его активы, которые ему принадлежат на 50% и более, останутся заблокированными. Вот. И, соответственно, эта статья вышла. Эта статья вышла 27 декабря 2018 года в 10 часов вечера. Вот. То есть, соответственно, я ничуть не ошибся. Значит, соответственно, месяц-два и акции должны вырасти. Вот. Насколько они вырастут, никто, конечно, гарантий никаких дать не может, но инвестиционная идея имеет место быть. Теперь далее. Значит, переходим к следующему моему видео, которое было. Акции лидера роста в 2018 году. И там я привел вот такую табличку. Посмотрите. Вот. Там я привел такую табличку. Так. У меня, к сожалению, будет фотография моя, скорее всего, у вас на изображении. Но на первом месте Павловский автозавод. На втором месте данные сейчас поменялись, надо сказать, потому что они меняются в зависимости от текущих биржевых котировок. Вот. Павловский автозавод, я вам могу сказать, что сейчас за последний год плюс 368 процентов, 369 процентов дал доходности. Плюс 369 процентов. Дальше корпорация Иркут-3 на втором месте стоит. Дальше. Калужская сбытовая компания поднялась на третье место. Плюс 124-125 процентов роста за год. Дальше. Северо-западное пароходство, судя по всему. Дальше ДЭК. Я не знаю, что такое. Тамбовый энергоснаб. И Новотек. Первая компания с голубых фишек, которая присутствует вот вверху таблицы, дала 62-45 процентов роста за год. Дальше. Выборгский судостроительный завод переместился ниже. Татнефть. Кузбасская топливная компания. Такая же, как Татнефть, только Кузбасс. Вот. Ну, то есть это, которая реализует топливо. Магадан Энерго. Судя по всему, тоже сбытовая компания. Дальше. Газпромнефть. Лукойл. НКНХ. Не знаю, что такое. Татнефть. Роснефть. Сургутнефть и Газпрефы. Селегдарпрефы. Алроса. Башнефть. И так далее. Ну, то есть, дальше список не сильно изменился. Как получить такую доходность? Как купить акции Павловского автозавода и получить вот такую доходность? Ну, соответственно, если Павловский автозавод вырос до таких цен, то это уже прошло. Их надо было покупать год назад для того, чтобы получить вот такую доходность. И я посмотрел, что такое Павловский автозавод. Вот давайте посмотрим на него. Вот раз. Нажимаем сюда кнопочку. Не знаю, видите вы или нет. Думаю, что нет. Вот. Вот я нажал на кнопочку. Павловский автозавод. И смотрим на акции Павловского автозавода. Как они вели себя. Смотрите. Вот до марта месяца, до середины марта, судя по всему, акции были на уровне в районе 500. Опять же, не знаю чего. Ну, 500 рублей, судя по всему, за штуку. Вот. И что-то случилось в марте. Посмотрите. Март, апрель. Они очень-очень резко выросли. В конце марта. Что случилось? Компания объявила о выкупе акций. И выкуп акций – это buyback. Он обычно происходит по, ну, когда объявляется buyback, там сразу объявляется цена выкупа. И вот эта цена выкупа была достаточно большой, потому что компания действительно очень по активам, по своим фундаментальным показателям хорошая. И поэтому акции очень резко выросли. Вот. Вот вы видите, что был резкий скачок в росте акций, потом он прекратился. То есть, надо знать, надо владеть информацией о том, какие акции вырастут. Это акции, так называемые, третьего эшелона. Я посмотрел, это акции, что такое Павловский автозавод, он находится в Нижегородской области, входит в группу компаний «Газ», а группа компаний «Газ» входит в активы уже знакомого нам Олега Дерипаски. Поэтому, поэтому вот так. Ну и Дерипаска, соответственно, когда он выходил из активов других компаний, объявил байбэк по Павловскому автозаводу. Судя по всему, там Павловский автозавод переходит на выпуск какой-то новой продукции. И у меня есть подозрение, что это связано с этим проектом «Кортеж». Вот где-то я что-то там прочитал. Вот. Теперь далее. Давайте возвращаемся к табличке. Вот. Иркут-3. То же самое. Я посмотрел информацию. Там, насколько я понимаю, есть информация о том, что из объединенной авиакомпании, авиастроительной компании выделяют какую-то, значит, компанию общую, которая будет котироваться на бирже. Дело в том, что там очень много военных заказов, но есть еще и гражданская продукция. Они решили выделить компанию, которая будет заниматься, будет владеть активами, которые занимаются гражданской авиацией. И она уже будет свободно котироваться. В связи с этим был рост. Калужская сбытовая компания. Ну, все сбытовые компании. Мы видим, что очень много сбытовых компаний поднялись. Почему? Потому что изменилось законодательство. И поднялись тарифы. И они очень здорово на этом начали зарабатывать. Будет это долго или нет, я не знаю. Но сбытовые компании начали очень здорово генерировать прибыль. Северо-западное пароходство. Ну, скорее всего, новый док какой-то выпустили. Вот. Ну и так далее. Суть в чем? Для того, чтобы получать прибыль, надо заниматься фундаментальным анализом. Надо владеть информацией. Надо следить за этой информацией. За какой информацией. Надо следить, где, на каких ресурсах. Ну, во-первых, я об этом рассказываю на своих курсах. Я даю наиболее солидные ресурсы. Вот типа, как сейчас я только что дал один Prime агентство. Вот. Ну, другие есть ресурсы. Многие, так сказать, по облигациям есть. Очень много ресурсов надо уметь анализировать. И для того, чтобы получать вот такую прибыль, ну, давайте отбросим вот эти, скажем, лидеры роста, которые дают больше 100% годовых. Но, да вот, с бытовые компании, пожалуйста, если кто-то просек, что с бытовые компании все в плюсе, то тут и Самарская энергосбытовая компания, и Магаданская, по-моему, там очень много с бытовых компаний региональных, они пошли в рост именно в связи с изменением законодательства. Потом, Новотек. Вот Новотек, посмотрим, да, 62% годовых. И просто у Новотека это голубые фишки уже. По ней очень много информации. И просто потому, что были введены в строй новые мощности, они еще не все введены, еще вот новых, там сказать, мощностей продолжается. Это компания, которая занимается сжиженным природным газом, ну, и вообще природным газом. Вы знаете, что природный газ сейчас растет. Ну, дальше уже нефтеперерабатывающие заводы, типа Татнефть, Роснефть, Сургутнефтегаз. Ну, вот не знаю ничего про кузбасскую транспортную компанию, думаю, что там тоже есть нефтеперерабатывающие заводы, вот, и поэтому, ну, надо, во-первых, владеть информацией, во-первых, надо уметь покупать акции. Акции покупаются на московской бирже. Что такое тикеры? Что такое, как они регистрируются? Вот я подробно-подробно рассказываю о том, как принять правильное решение, то есть, какие акции покупать, какие не покупать. Что такое акции? Что такое облигации? Облигации тоже часто дают доходность, ну, 16% годовых, но это гарантированно. Какие облигации? Где смотреть эту информацию? Какие акции покупать? Где смотреть эту информацию? Как их искать? Обо всем этом, ну, я рассказываю, во-первых, а во-вторых, ну, даже после того, как мы нашли, их же надо как-то купить. Как купить? Биржевой терминал. Как установить биржевой терминал? Как его настроить? Все вот эти подробности. Как не залететь, на самом деле, потому что я рассказываю очень-очень подробно стоп-заявки ставить. То есть, ограничить убытки, например, да? Я говорю, ограничивайте убытки, не ограничивайте прибыль. Потому что люди обычно ограничивают прибыль. Они ставят тейк-профит, так сказать, там вот акция выросла, они закрывают позицию, фиксируют прибыль, а акция пошла дальше расти. Дальше растет, а они, значит, о, блин, рано зафиксировал прибыль. И давай я еще докуплю. Докупает, акция начинает падать и все. Вот, поэтому, как не влететь в прибыль, не потерять то, что заработали. Я об этом тоже очень активно рассказываю на своем курсе биржи для чайников. Ссылочку на него вы видите в правом верхнем углу буквочка «И». Нажмете на нее, там выскочит такой списочек. Пожалуйста, биржа для чайников. В описании к данному видео тоже есть ссылка. Вадимитков.юр.ком, она называется, там можно приобрести курс биржи для чайников. Подробнейшим образом в течение месяца я рассказываю там три раза в неделю по два часа каждый раз и разжевываю для чайников. Конкретно для каждого чайника я разжевываю. Кроме того, если кому-то еще что-то будет непонятно, у нас есть чат в Телеграме, чаты, в которых мы общаемся, выпускники и те, кто занимается на текущем курсе биржи для чайников, мы там общаемся. Там можно задавать вопросы. Наиболее сложные какие-то вещи, если возникают, если я вижу, что человек конкретно тормозит, то я связываюсь уже лично с этим человеком, уже на его экране показываю, как это сделать. Поэтому, друзья мои, инвестируйте. Поэтому, друзья мои, получайте прибыль. Все доступно. Вы можете это сделать. Вы можете получать не 6% годовых, или там 4,5%, мне кто-то сегодня написал, в Сбербанке, значит, 4,5% вклад. Понимаете? 60% вы вполне можете получать. Просто владея информацией, и это совсем не сложно. Сделайте это для себя, получайте деньги, это реально. Становитесь богаче. И в конце еще я хочу сказать, что про гарантии. Мне говорят, а это не гарантировано, а это не гарантировано. Я вам могу сказать точно, что гарантировано на 100%. Вот на 100% я вам даю гарантию, что если вы этим не будете заниматься, если вы не будете откладывать деньги, если вы не будете инвестировать, то со 100% гарантией вы окажетесь в нищете на государственной пенсии в результате. А это, я вам не хочу вас пугать, но это в районе 10 тысяч рублей. Попробуйте прожить на 10 тысяч рублей. Ну, как бы, если нравится, то да, а если нет, то, в общем, инвестируйте. Да, есть риск, но без риска, я говорю, нищета гарантированно. Вот, но поэтому инвестируйте, поэтому я говорю еще раз, все доступно. Спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале. Я буду продолжать знакомить вас с выгодными инвестиционными идеями. До встречи.